МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у Беларуси означается День Жаншин. Со святом Суайшиниц повеншовал президент краины Александр Лукашенко. Кировник державы назвал восьмое соковика одним из самых чудовных свят. И оно наполнено теплыми словами, ширыми усмешками и весновым настроем. Менавито вы, дорогие женщины, у васабляете собой природную пригожость, любовь и пяшшоту. Мы удячны вам за мудрость и клопот в выховании детей и молодых, за энергичность и працевитость, за умение створать утульность, парадок и гармонию в доме. Ваша жанноцкость и чаровность робят наше житё больше ярким и пригожим, говорится в Веншаване. Александр Лукашенко пожадал Суайшиницам, кем им за все дысподорожничали счастье и удача, а так само моцного здоровья, миру и добра. Подарунки, кветки и конкурсные программы. Чим запомнится этот день жанчинам Гомельской в области? Подекавился Олег Сентяров. Восьмого соковика 2018-х отримался больше зимовым, чем весновым. Хоть в целом на дворе достаточно комфортное. У речи день жанчин такое свято, кали настрои не могут сапсовать ни снегопады, ни морозы. У Гомельской до речи заранится было у сего, кали минус трех градусов. И оси у этого свято и еще одна особливость. Некде, дичи на офицерные выходные, больше мужчин працанается рано. Некто накируется на кухню готовать святочную ежу, некто спешается за кветками. В этом году недокопа у них явно нема. Выбор на любые густы и без наявности очерков. Ажиотажа нет такого, как много лет назад было. Более спокойно. Ну, это, наверное, от того, что предложений много появилось в городе. На каждом углу у нас есть цветочки, магазинчики, рыночки. Поэтому у людей есть выбор. Наибольшей значенной популярностью в этом году крестаются тюльпаны. Букет с трех кветок, каштое в середине 5 рублей. Самый танный вариант – мимозы от 1 рубля. Сверху самых дорогих орхидеи за 30. Продавцы кажут, что на полициях шмат кветок, какие выручены у Беларуси, а ли есть и те, что привезены за Квадора и Голландии. Перш за все. Это тычется рушь. Причем, когда на передании кветки набывали головным чином для веншования у коллективов, то непосредственно 8-х и соковика для своих родных. До речи, на думку самих продавцов, выбирать кветки, необходимы не только заходящие с наявностью грошей, а ли из улыком характера жанчины о якости прикладу Лилеи. Лилия капризна, как женщина, как девочка. Бывает глупой, бывает капризной, бывает нежной. И, конечно, она хочет улыбаться для нас, для женщин, и чтобы ее заметили в жизни. И, естественно, подарили в этот прекрасный весенний день, 8 марта, всем женщинам. И большим, и маленьким, и стареньким. И чтобы никто в этот день не был забыт. Хоть этот день, женщин, запомнится не только подорванными кветками, в этом году у Гомеля в першине провели святочный конкурс «Супермате». Для переможца подрактовали сертификат на 100 рублей у СПА-салон. Сироту Денис, медицинская сестра, бухгалтер, инженер-программист. Причем, в опыту выступления на сцене не было ни у кого. На первой початковом этапе это оказалось самой изнашной проблемой. Сначала было тяжело привлечь, так как это работа, нужно сделать самим наряд из нетканых материалов. Это все-таки такой трудоемкий процесс. И вообще людям, которые никогда не были на сцене, очень сложно согласиться. Они все переживают, все волнуются. Прыгожие, клопотливые, працавитые и просто судовные. Это все про их у Денис конкурса. Я не изучил розное на сцене и у житти. Бодай одино, что объедновые, я не мати, да речи дети подчас конкурса, оказались наполнены самыми активными болельщиками. У речи незадлежно от занятого места для кожного, яго мати, перомоста. Самая любимая, самая родная и по выразу самих детей самая крутая. Моя мама добрая, лучшая, красивая. Она меня очень крепко любит. Если мама загрустит, я печалиться не буду, чтоб поднять на расстояние, я лекарства раздобуду. Ни горчатники, ни банки, ни микстуры не найду. Очень ласковую и нежную я и песенку спою. Олег Сентяров, Василий Осипцов, телерадокомпания «Гомель». Сегодня в нашем регионе проживает 756 тысяч женщин. Это крыху больше запалого до гульной колькости населинства в области. 78% – городжанки. Отповедно, остальные 22% – господарать у сельской местовости. В середине у взрослых вступление женщин у шлюп что год повышается. Сегодня в Гомельской области он складает прикладно 25-26 годов. В 2016 году в регионе у шлюп уступили 9800 женщин. Жениху искать, наверное, надо в сельской местности. Если брать в разрезе городскую и сельскую местность, то в сельской местности на тысячу женщин у нас приходится 975 мужчин. Разом со шлюпом, звичайно, приходит и пополнение молодой семьи. Прикладно, в таким же взрослым диапазоне жихарки региона у першиню становятся мать. Девчины региона активно мкнутся до отримания адукации. Так, на початок 2017-2018-го навучального года студенток ВНУ наличвилося крыхубоч за 53% от агульной колькости поступивших. У профессийно-технических установок доля девочат складает 34,5%, а середняя специальная адукация и хлопцы, и девочки отримовывают амаль у ровных соотносинах. С этих даденных статистики вымалевывается и дальнейшее размерование жаночей половы насельства по профессиях. Преимущественно женскими видами деятельности это является у нас здравоохранение и социальные услуги. Там где-то около 85% численности это женщины. На втором месте у нас это такая отрасль, как образование. Редко, но встречаются женщины в таких сферах, как строительство, гурнодобывающая промышленность, производство нефтепродуктов, а также в лесоводстве и лесозаготовках. Сегодня уже никого не знявляет женщина, яка изначалевает предприемство, Тимушинский працовный коллектив. Не бянтежить людей зараз ни женщин-автомеханик, ни трактористка, ни сопрацовница силовых ведомств. Героиня нашего наступного сюжета – профессионалы двух разных сфер деяности. Не ледяши на все тяжкости их повседенной працы, они безумовно застаются представницами прихожей и выдатной половы человечества. Еще у детинства на пытание, кем хочешь стать, кали вырастешь, Алена Луцко отказывала – урачом. У иншей профессии девчина себе не уявляла. Нездарма кажуть у хирургии выпадковых людей нема. У меня есть старшая сестра, и мы играли в игры. И у нас постоянно шел спор, во что мы будем играть, либо в школу, либо в больницу. Ну, чаще всего мы играли, конечно, в школу, поскольку сестра старшая, и врачей боялась. А мне уже самостоятельно приходилось лечить животных, котиков, собачек. Сегодня заявлячима 10 годов стажа только у нейрохирургии, а была еще интернатура и 2 годы агульной хирургии у Хойницкой районной больницы. Хоть у Галине Аховы здоровье и задейничана кожная семая же харка нашего региону, в узко специализованных коллег-жанчин у Алены было не так шмат, да и тыя долго не затримливались на месте. Свои нюансы в аурочебную справу носили тяжкости операционной хирургии и суточные дежурствы. Нашу героиню неплохо от ниягких выпробований и навод болей. Ей подобается, бодай, самая отказная у профессии – худкость принятия решения. Наша профессия, наши обязанности, наша должностная инструкция, в общем-то, она призывает к тому, чтобы мы оказывали помощь. Иногда даже, ну, не совсем, ну, не очень-то часто в практике, но было так, что начинается операция и уже твое рабочее время окончилось, да, ну, как бы пациента же не оставишь без помощи, это недопустимо в медицине. Не переживать за работу дома, ну, это не представляется возможным. Я всегда стараюсь оказывать помощь пациентам, так как бы вот хотелось, чтобы ко мне отнеслись. Справдилась и детячая мара, и нашей другой героини. Упертый характер, расшедший норов и твердый внутренний стрыжень провели женщину у роды милиции. А тут, как ведомо, служба и небеспечная, и тяжкая. Неорытка на допомогу Вольге, навод без ее намаганю приходит женочая очарованность. Случа было много, как бы так в целом рассказать, это и программы не хватит, наверное. Женщине порой проще, когда граждане обращают внимание на женщину, они более лояльно относятся к этому, и поведение более мягкое, так можно сказать, тех же самых правонарушителей, состояние алкогольного опьянения. На службе в милиции на транспорте Вольга уже 7 годов. Денные смены изменяют ночные и надворот, тем часом працованные места не самых утульных для женщины. Однако наша героиня лечить иначе. Ей подобается сустракать подчас працу людей разных национальностей, приходит на допомогу тем, кто разгубился в незнайомом городе. Треба означать, что у патрульно-постовой службы милиции на Гомельском вокзале и она такая одна. В моей службе я одна, то есть мужской коллектив, я уже привыкла к нему, то есть вполне довольна, мужчины всегда придут на помощь. У каждой из них своя службовая форма оденья, свои непохисные обовязки и тяжкости у працы. Не глядяши на это, я на первую чергу застаються женщинами, которые ведают силу своей уластной чаровности. Евгения Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Как не сгодится с тем, что самый главный подарок в жильце для женщины – народжение детяти. Что еще можно заработать счастливой в один момент? До речи, в Гомельской области летость народилась свыше 15 тысяч хлопчиков и девочинок. С ихем аль полторы сотни двойняты. Наши корреспонденты наведали усе три родильные домы Гомеля, чтобы повиншовать женщин, которые стали матью в первые весновые дни, альбо еще чекают пополнения. А так само погутарить с врачами, которые помогают сдариться отсюда на роджение. Сюжет Марины Джалы. Кристина Кобякова сожлобина. На заховании у родильный дом Гомельской областной клинической больницы трапила на 33-м тыдне тяжарности. Каже, что готова лежать хоть до родов. Тут будущая мать отчувает себя в надеянных руках. Я всегда хотела сюда, независимо, там будут какие-то проблемы, не будут. Всегда знала, что я приеду сюда. Ну, немножко раньше это случилось. Ждем мы, конечно же, в положенный срок, поэтому будем лежать сколько потребуется. А вот, каким чином рожать и с кем, я же сейчас подумать. В родильном доме есть махчимость проводить партнерские роды. Чтобы боль отчувалась меньше, есть вот такие прилады. Мы за свободное поведение пациенток в родах. То есть могут, грубо говоря, покататься на шарике. В том числе можем принимать в вертикальном положении роды. Сейчас это тоже очень модная тема. Осталось еще поработать над тем, чтобы принимать роды в воде. Но пока еще у нас нет, к сожалению, таких условий. Дорога, в планах разделить дорослую детячую реанимацию. Таким чином, да помогу женщинам и немовлятам, можно будет оказывать больше зручно. Далее наши сдымки проходили у родильном доме Гомельской городской больницы номер 2. У первой палате, куда мы зазернули, мать колыхала своего новонародженого сына. Дома его чекает братик. Не глядяши на взросл, а Валентине зараз 41 год, спыняться не сбирается. Морать вернуться сюда еще и за дочкой. Как вы себя чувствуете здесь? Прекрасно мы себя чувствуем. У меня была операция кесарево сечения. Ну, все хорошо прошло. Врачи великолепны во всех отделениях, с которыми я столкнулась. И в патологии беременности, и в реанимации, и в послеродовом отделении. Дарыши, самая маленькая вага новонародженого, який заявился на свету в этой больнице, меньше к 700 граммов. Мы достаточно хорошо оснащены, чтобы обеспечивать постоянную, многосуточную помощь и мамам, и новорожденным деткам, вне зависимости от срока, которым рожает женщина. Наиболее меньшая масса ребеночка, которая у нас выходит, это было 680 грамм. Вот, мальчик, с мальчиком все хорошо сейчас, нормально. Опошней кропкой наших опротяглых маршруту стал родильный дом Гомельской городской клиничной больницы номер 3. И одразу нас познайомили с матью-героиней Натальей Слюсаренко. На передо дни она народила свое пятое дитя. С мужем у нас было в планах трое детей, но Бог так распорядился, что дал нам еще двоих. Об детях все свое жите марила Олена Давыдова. Але матья настала только у день нашей сдымки. Свое долгочеканное первое дитя женщина народила только у 44 годы. Эмоции, когда узнала смешанное, потому что уже не ждала абсолютно. Это, наверное, когда закрывают что-то в странице, случаются, наверное, такие чудеса такие. Это на самом деле. Мы стараемся, чтобы ко всем женщинам было теплое отношение, доброжелательное. И все наши доктора, акушер-гинекологи, педиатры, акушерки, медсестры Дилина Ворожных отдают всю свою душу для этих маленьких детей, которых мы принимаем, и мамам, которые рожают в нашем роддоме. Зразумело, на переддне самого пригожего и кронального женочного свята Усе наши урожи суразмоуцы пожадали повиншовать с 8-м соковика не только своих пациенток, а и у всех женщин Гомельской области. Хочет поздравить всех женщин с праздником весны, пожелать им счастья, здоровья, любви, чтобы они были любимыми, их любили, и все в жизни их было хорошо. Атмосфера, которая привлекает сюда женщин, отношения врачей, персоналов, всего медицинского, поэтому люди хотят у нас рожать. Поэтому мы надеемся, что эта тенденция у нас сохранится, мы будем все для этого делать. А женщинам здоровья. Хочу в этот светлый весенний праздник всем женщинам, естественно, пожелать самого главного – это здоровья. Весеннего настроения, невзирая на то, что сугробы за окном. Любить и быть любимыми. И главное, чтобы эта любовь переносила какие-то плоды, тогда и мы без работы не останемся. Марина Ржала, Валерия Гопанько, Тель Радо, компания «Гомель». Свято на дорогах. У Гомеля сопрацовники ДАИ повиншовали женщин водителям с 8-м соковика. Мероприемство проходило на центральной площади города. Под час акции «Уся увага женщинам на дорогах» законной причиной споннения автоматурок стало уручение тюльпанов и специальных подарунков от спонсоров. Гомельчанкам такой способ виншования от Держа Аутоинспекции пришелся до сподобы. Девчины были только рады спониться по потрабованию. Усмешки и верши с веншованиями уздымали настрой кожной. С положительными эмоциями поедем дальше. Всех девушек с праздником. Пусть погода не подосполагает, но чтобы в душе были радость, веселье и оптимизм. Я ожидала, что надо будет проверять документы. А тут очень приятно, в такой праздничный день услышать теплые слова от всех этих людей. Подняли очень настроение. Акция «Уся увага женщинам на дорогах» не только веншовальная, а и профилактичная. Удельницам так само напомнили и про необходность притримливаться правилам дорожного руху. У приватности на передо дни протяговых выходных ден акцентовали увагу на том, что керовать с транспортным сродком в состоянии алкогольного опьянения недопущально. Дорогие женщины, от лица сотрудников Госавтоинспекции Гомельской области примите сердечные пожелания счастья, процветания, удачи. Желаем вам прямых и солнечных жизненных дорог, без ухабов, надежных попутчиков, интересных, добрых встреч и ярких впечатлений. С праздником вас, дорогие женщины! Яскравое музычное веншевание до свято-вясны и любови международного жаночного дня «Восьмая соковика» прогучало со сцены Гомельского палаца культуры чагуношников. Тут отбылся великий музычный вечер под названием «Концерт для соправдных леди». Это суместный творческий проект державной установы Гомельские городские оркестры и культурно-спортивного комплекса Республиканского унитарного предприемства Гомельское отделение белорусской чагунки. Для милых и пяшотных женщин в зале гучали лепшие творы про кахание. Их выполнили музыканты концертного духового оркестра города Гомеля под руководством дирижера Сергея Калупахи. На протягу всей святочной программы гостей вечера чекало множество ярких танцевальных номеров, городши любимых композиций и приемных творших сюрпризов. «Любите девушки, простых на мать тебя, обважных лечек и моряков. Расадите девушки, домашних мальчика, нестойный дарит свою любовь». Проникненные музычные творы про кахание, якие гучали со сцены Палаца культуры чагуношников, ускалихнули почуцевое жаночее сердце. До речи, у худким часе гомельские городские оркестры запросят своих слухачев на новую джазовую программу. 1 апреля мы продолжаем наш замечательный проект, который называется «Гомель в ритме джаз». И уже будет третий концерт, весенний джаз, у нас прошел осенний и зимний. И традиционно это будет концертный оркестр нашего учреждения, дирижер и ведущий Максим Рассоха. Мы обязательно готовим интересные сюрпризы, подарки. Так что мы вас ждем, приходите, будем рады вас видеть. И это была пошная информация о выпуске. Коллектив телерадио компании «Гомель» ящер раз винчуя усих жаншин со святом. Мы жадаем вам только добра. До побачения.